Что с человеком происходит, когда он спишет? Что он забывает про природу. Он не может уже смотреть, как перероза смотрится в ручей, потому что он ушел в будущее. Он не видит доброты в это время. Он не помнит о Боге. То есть человек, когда спешит, что с ним происходит? Он теряет себя, понимаете? То есть спешать, я тоже сегодня бежал, я спешил. Но я желал всем счастья в это время. Допустим, человек может спешить по-разному. Можно спешить и слушать лекцию, допустим, в это время. Или работать и слушать духовную музыку. И в это время человек себя не теряет. Он наполняется, он становится счастливым и побеждает судьбу. Но когда человек живет в будущем, вот я стою на остановке и притягиваю автобус взглядом. Это безумие. И когда водитель едет, он видит, что его все притягивают взглядом. Он нервничает, он нервно работает. Потому что он быстрее ехать все равно не сможет, понимаете, чем он едет. А когда все заходят в автобус, ну вроде бы уже все, счастье пришло. Зашли в автобус, двери закрылись. Дальше. Когда же моя остановка. Они теперь начинают думать о том, когда приедут. Приехали, вроде бы уже классно. Приехали, вышли. Когда доберусь до дома. Добрался до дома. Вроде бы все классно уже. Когда телесериал начинается. Телесериал начался, но уже совсем все классно уже. Когда же его убьют. Ну или когда уже он спасется наконец. Это называется жизнь в будущем. И в этой жизни нет никакого счастья. Люди просто мучаются. Вот выучусь в школе, тогда буду счастливым. Выучился. Вот поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил. Вот выучусь в институте, тогда буду счастливым. Выучился. Вот устроюсь на работу, тогда буду счастливым. Вот ипотеку выключу, тогда буду счастливым. Выплатил. Я говорю в лучшем случае, да? Вот детей на ноги подниму, тогда буду счастливым. Вот внуки, когда в школу раз и умер. Вся жизнь в будущем. Все, нет жизни. Жизнь просто протекла. Говорит, у меня что-то жизнь пролетела между пальцами. Протекла между пальцами, я что-то ее не заметил. Так потому что ты не жил. Ты жил в будущем все время. Итак, диагностика судьбы. Это более тонкая вещь. Вот, допустим, если вы хотите вообще в судьбе разбираться очень круто, я могу вам все это рассказать. Ну, не знаю, насколько вы будете разбираться, потому что это опасное знание. Самое главное, хочу вам доложить, что если вы будете неправильно его делать, то вы можете попасть в домик неизвестного архитектора, у которого двери закрываются с другой стороны на ключ. Вот везде во всех домиках с этой стороны, а там с другой закрываются. Ну, чтобы ты не вышел оттуда. Почему? Потому что, когда человек соприкасается с судьбой, у него возникает естественный страх к ней, мнительность. Но интересно знать, что если ты хочешь увидеть будущее, надо в пять раз сильнее видеть хорошее в нем, и тогда ты сможешь увидеть в нем настоящее. Вот ты хочешь настоящее будущее увидеть? В пять раз надо сильнее видеть хорошее, и в пять раз слабее плохое. Теперь берем предсказатели. Они говорят там, там катастрофа, там все погибнут. Все, значит, они никакие не предсказатели. Они ничего не видят по-настоящему, потому что, чтобы видеть будущее по-настоящему, надо в пять раз сильнее видеть хорошее в будущем, и тогда ты сможешь трезво его увидеть. Меня одна женщина спросила, как увидеть трезво человека? Чтобы увидеть трезво человека, надо в человеке в пять раз больше видеть хорошее, и тогда ты увидишь в нем все трезво. А если ты будешь просто смотреть на него, ты в пять раз больше у него увидишь плохого, чем по-настоящему есть. В результате трезвость никакой не будет, потому что человек живет в страхе. Страх — это основная наша мотивация в этом мире, хоть мы знаем, хоть нет. И поэтому мы больше всего видим плохое, понимаете, и в судьбе, и в людях, и во всем. Поэтому мы не можем будущее на будущее нормально смотреть. Вот у Беларуси хорошее будущее? Ну все, молодцы. Если вы так в пять раз сильнее еще скажете, что хорошее, то тогда вы увидите будущее Беларуси. Почувствуйте его этапы развития страны. Если вы увидите в пять раз сильнее хорошее, тогда вы увидите трезво, реально будущее Беларуси. А? Чего вы так боитесь? Давайте все так громко скажут, что у нас хорошее будущее. Зачем громко говорить? Вот я, допустим, люблю кого-то. Мне надо сильно громко сказать, чтобы узнали, да? Дочка подходит к маме и говорит, мама, я вот этого мальчика люблю. Она говорит, ну нормально, хорошо. Хороший мальчик, люби. Потом приходит, говорит, мама, я вот этого мальчика теперь люблю. Ну хорошо, люби этого мальчика, нормально. Потом дочка приходит домой и молчит. Она говорит, доченька, что с тобой? Она говорит, я не могу тебе сказать, мама. Мама тогда, думает, влюбилась. Когда человек хочет победить судьбу, он не говорит громко. Самая громкая фраза – это самое тихое. Ничего не бойтесь, моя хорошая. В Белоруссии и так хорошая судьба.